здравствуйте дорогие подписчики моего youtube канала с вами константин мы продолжаем проходить dark souls 3 на playstation 4 и так ну что прошлой серии мы с вами пришли на локацию цитадель фарона или крепость фарона нет по-моему цитадель называлась мы там с вами в какой-то момент огребали от чертовых мозгликов но тем не менее все равно справились вот и нашли две башни из трех сегодня у меня в планах закончить с этой локации нужно все там найти а найти последнюю башню и пособирать как можно больше всяких плюшек и так что изменилось с предыдущей серии я сейчас 35 уровень то есть я набрал только уровне с того момента только за те души которые у меня были я не помню помню я сделал 1000 в прошлой серии помню я так больше и не подымал я себе купил меч поскольку я ничего не качал докупился свой хантер я купился свой хандер у вора и прокачал его на плюс 3 на самом деле меч обалденный у него к сожалению немножко изменилась анимация сначала немного расстроился потому что сильный удар раньше был не такой а он был именно вот такой как сейчас сделан с двух рук нет извиняюсь не то вот такой и у него был очень сильный останавливающий эффект он упрокидывал цель сейчас по это у него этого нету но зато у него появился очень сильный удар который делается из навыка оружия просто отправляет противников чуть ли не на звезды реально просто очень сильно подкидывает на самом деле противник второго раза не захочет иметь по-своему обалденен щит я тоже заменил у меня я его нашел одной из предыдущих серий у меня это каменная парма просто по всем характеристикам лучше моего предыдущего щита вот правда тяжелее там вес 7 килограмм кстати свой хандер весит 10 килограмм и это на самом деле реально не кисло вот но тем не менее все равно остаюсь мобильным и могу кататься потому что она мне довольно легкая одежда одеяние из миры на этот раз она рулит и так ну что поехали хватит болтать у меня опустошение 38 я не знаю хорошо это или плохо стоит его очищать или нет то есть кто в курсе напишите мне потому что я что-то как-то давайте кстати я все хотел почитать сейчас вот секунду я вот все хотел почитать где у меня статус так сделаем пояснение глубина проклятие наложено персонажа если проклятие будет слишком сильным персонаж станет опустошенным а как понять когда я стал сильным сильно проклятым не знаю сложно таскать ну буду я опустошенный тот что то есть я не могу потом бесполезно уголь применять что величие ну ладно не суть на самом деле так мы с вами нашли вот эту вот этот костер старший ворк волк фарона и вот на руинах цитадели мы с вами собой остановились поехали опять сюда я пока не знаю в какую сторону идти там хоть какие-то страшные типы реально не очень страшные там огромные какие-то с ними пока связываться я боюсь но правда и терять особо нечего у меня душ там совсем капельку вот но тем не менее так своими ребят пока сейчас буду привыкать но мечу я только так немножко пару ударов дел то есть на врагах я еще не привык пользоваться буду сейчас привыкать после копья но я думаю я какое-то время с свайхандером похожу так нам нужно открыть эти ворота как это сделать здесь вот слева лежали какие-то ништяки я видел там вдали среди кучи народа среди кучи того вот яда чисто добежать и взять вот этот ништяк я думаю вполне себе можно правда чувствую что я там походу а грибу так с правой части мы с вами а кстати там в углу мы тоже бегали там был краб и там какое-то белое дерево где идет обстрел опять этими огромными колями так а в той части я тоже не особенно лазил не хочу мимо вас ходить ладно пошли сейчас вправо вон там ходят какие-то гигантские не знаю даже кто это связываться я с ними пока что не хочу сейчас буду привыкать если буду опять вначале подыхать значит так тому и быть потому что к местной фауне всегда нужно привыкать всегда так с этими разберемся здорово черви во во за что люблю свой хандер за то что прям можно смело бросаться на толпу и все будет хорошо там он в углу лежит какой-то ништяк но за ништяками я наверное отдельно потом побегаю потому что ништяки это вещь такая вот смотрите опять можно эстуса попить здесь каждый раз здесь респауниться что ли там он какие-то ништяки еще блин там пять вот эти вот уроды ковыряются какие их не люблю а а тут еще смотрите здесь наверняка будет глубокое болото в которое хрен нормально пролезешь и там еще не известно что так что сейчас будем делать что мы сейчас будем делать я пока что даже и не знаю пытаться все это дело как-то обойти но вот как я пока сказать не могу давайте сейчас применим восполнение потому что я скорее всего сейчас буду заражен ядом вот восполнение у меня как раз будет очень хорошо мне помогать до пошло отравление но это не страшно мы с вами сейчас тихонечко здесь по стеночке пойдем с этими тварями здесь я не знаю как сражаться потому что они очень быстрый очень больно бьют а я не могу здесь не привык ничего оба ох твой хандр как же я тебя люблю я бы уже огреб будь я с копьем быть честно ей богу так вот там что-то лежит на туда час пройти видите вот у меня яд долбит на восполнение куда эффективнее действует и и это на самом деле круто то честно прям в очин драл сунем ему не понравилось обожает свой хандр мне кажется уже давно стоило прокачать какое-нибудь оружие нормально я все этим никак не занимался у меня там больше 20 уже этих было осколков титанита здесь учет лежал только что вон видел а вот кстати вот там наверно последняя башня кстати у меня кончилось исполнение давайте сейчас его еще раз так здесь еще один тип моего наверно беспокоить не будем хотя там он тоже наверху что-то лежит и меня хочется все эти ништяки сейчас подобрать все нормально вы вы ешьте 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 приятного вам там аппетита двуручный меч ну конечно стоило мне купить свой хандр что-то прибежал да и убежал стоило мне купить свой хандр конечно же мне выпал какой-нибудь клевый двуручный меч а брат сил требуется 28 мать моя 20 килограмм весит яростная атака гигантский меч с толстым клинком да это из второй части дарка но 20 килограмм нет я рад что я купил свой хандр свой хандр хотя бы 10 килограмм весит он чешет чешет узрел у меня тварь ну иди сюда ну куда ты навелся то на 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 так я чуть застрял похоже ты хорошая блин сейчас яд кончится давайте еще так сделаем так пошли за тем ништяком пока все путем идет нет я своих хандр еще любил со времен первой части первая часть в дарке я с своих хандром очень долго ходил в него был офигенский останавливающий эффект который на самом деле реально очень много еще решал комок пурпурного мха что ли так ладно теперь надо вон туда забраться а тут ничего нету рядом под мостовом еще чуть а вроде пока не вижу так давайте с манной выпьем кто знает когда она пригодится сейчас опять яд наберется но это не страшно я этого дела не боюсь так где то здесь был подъем я его видел я только надеюсь что я не по кругу прошел и я не обратно возвращаюсь хотя в какой то степени на самом деле это очень похоже на то слушайте а по моему так и есть да я похоже по круга ля дал и просто вернулся по крайней мере все это очень дико напоминает то самое местность где я подыхал в прошлой серии блин у меня начинает срабатывать топографический кретинизм честно они еще все похожи здесь стоп да это то самое место вон там эти типы ходят да это то самое место я просто сделал круг обалдеть не встать ладно значит нам нужно идти в другую сторону что прям по болоту пойдем туда пойдем наверно здесь потихоньку по краю я думаю мы никому особенно мешать не будем тихо уди тварь так здесь глубокое болото я больше боюсь вот этих сейчас огромные твари которые шарятся кто и ниоткуда ничего не умеет я не знаю но я уверен бьют они больно я в этом не просто уверен я в этом мега уверен так что мы здесь потеряли куда мы пришли а мы пришли по моему опять к самому началу да ну да мы пришли опять к самому началу все я кажется понял кажется мне теперь нужно именно туда идти боже ну что за болото ну мать моя вон оттуда мы переперлись теперь мы идем в эту сторону ой а кто это там жизни потерял там вот эти гиганты ходят так восполнение так там наверху что то есть смотрите вон там подъем там подъем боже что это вообще какой то лохнесское чудовище не знаю какая то огромная тварь с которой даже связываться мне не хочется честно да я и не буду если я сейчас вот не напарусь на нее из-за какого-нибудь дерева то я даже и не буду с ней связываться так здесь я пройду а ну пройди черт а блин сейчас опять будет яд ну фиг с ним да я знаю что отравление так я у нее прям перед рожей она на меня побежала а ты че маг мать моя нифига себе тихо 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 хорош мне еще яд долбит блин ну и конечно же ты решил здесь встать просто решил встать здесь да на тебе усиленный удар свой хандр не хотел получил во 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 уйдите от меня отравленный самоцвет о с них отравленные самоцветы падают можно отравленное оружие потом делать так ну неплохо смотри-ка уработали ее но вот на болоте где я не мог прыгать вот там это было бы наверное реально фатально так косточка возвращения два штука вот там еще такие ходят а ладно нам туда ну а опять эти твари мозгаляки а на сдохни тварь сдохни больше никогда ко мне не приближайся так вот там наверху смотрите он там ништяки какие-то лежат слушай но здесь нет не было вот этой а вон же башня вот же башня куда я пошел куда я пошел я чуть не ушел с этого места вот же башня вот вот третье пламя нашли я уже испугался что я где-то его профукал сейчас у нас должны открыться ворота за этими воротами наверняка будет босс хотя наверное не факт там показали какую-то локацию то есть ну сейчас и ладно откроется все сами узнаем и плюс у нас какой-то проход не знаю на локацию не локацию с лифтом прям посреди крепости там где лестница где мы подымались там есть костер если что если здесь все будет плохо мы пойдем туда плюс еще локация соответственно которая была за боссом знатоком кристальных чар там тоже был какой-то проход куда он вел был там тупик я не знаю я не ходил туда но реально похоже на дорогу к боссу вот хочешь не хочешь но реально на это похоже так ладно ладно вроде бы все ничего правда манна у нас почти не осталось она как бы нужна но это если чего господи до кастрата сбегать он косточка возвращения тушь заюзать и все будет путем я так считаю я слышал что здесь кто-то с краешку шарится есть тут кто вон там они ползают чуть дальше ой боже нет только не говорите что эти лягушки вот эти ой как я их не любил еще со времен первой части они же в окаменение превращают боже они могут реально ну сразу убить могут вон она уже меня побежала они уже на меня побежали лягушки эти чертовы а ну вас в баню пошли от вас я надеюсь вы на меня не пойдете сейчас так здесь можно немножко ой блин а да 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 вы вы же вы самые вы они как и прежние жизни у вас немного это радует да хорош два удара и нету неплохо надо подумать как туда наверх забраться наверняка где-нибудь здесь можно ты здесь одна Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу Вторую-то я и не заметил Пошла поливать мне или проклятие вешать А в первой части Ой, я промахнулся Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Хорош Так, давай-ка отойдем в стороночку Ой, там что-то лежит На, и как вас много Молодцы Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу Тихо-тихо Я чуть не получил дозу Вашей местной радиации Фу, нормально Вроде раскидались Так, восполнение Ага, восполнение два раза что здесь такое да светит пламя твой путь обобрать труп золотой свиток очень такое что золотой свиток давайте посмотрим здесь не вижу не вижу не а вот 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 изучить чары алла чили золотой цвета котором записаны исследования желтых ученых а дайте его чародей что она это чародейство блин но это не мне чародейство меня как бы мало интересует так чё выпиваем последнюю ману и восполнение делаем зато у нас и фляги целы так ты да нет вроде не этот не мимик старинное платье старинные перчатки старинная юбка это что за одежа ну понятное дело что предпочитаемый на женского персонажа но здесь нету такого так старинное платье платье созданное подавно ушедшей моде искусно расшиты выполнена из шелка цвета слоновой кости она наполнена древней магией этот наряд не дает никакой защиты но некогда был предназначен для битвы ну как бы да как бы для меня это реально бесполезная вещь так здесь чё нет скрытой комнаты нету тихо тихо сейчас я там заражусь у меня я больше блин как туда залезть наверх там наверху лежат ништяки на туда как-то залезть здесь вот тоже какие-то эти хотела сказать надо карту открыть а смешной я сейчас немножко сложно представляю где я нахожусь там какой-то проход но туда пока я не пойду ладно пойдем вернемся немножко назад потому что здесь я начал сражение с этими тварями но здесь вот видео там наверху лежат ништяки как туда залезть да я понял что отравление отравление дело такое вот где-то здесь наверняка должен быть подъем лужа вот же реально по пояс в этом ум не извиняюсь ходить о дайте ты нафиг ты сюда дефект не пройдешь я вот не могу пройти туда может быть это как-то сверху надо спрыгивать я не знаю честно я реально не знаю ладно пойдем дальше значит пока что не судьба это подобрать так давайте сейчас так сделаем так все сейчас перебежками до того места вот и пойдем дальше опять по краю тому наверху что-то зеленая горит не знаю пока что и не знаю ой ё-моё господи ты меня напугал призрак опять там эти твари а шарится вот с ними надо аккуратно пошли по краешку а тут ничего нету я думал здесь проход а тут ничего сейчас ты тварь уйдет я не хочу с ней сражаться я хочу вон туда пройти вроде ушла увидела меня нет мне не увидела а все мы вернулись костру ну а смотри как клёвок смотри как замечательно так давайте сейчас пойдем надо прежде чем идти туда не за этом босс не босс надо что правильно потратить сначала наши души 5000 душит вам не хухры-мухры правда до уровня нужно больше до уровня по-моему сколько нужно где у меня статус нужно 7800 давайте сначала вот этих вот убьем здесь так у меня с собой есть души которые можно сожрать еще да чё-то было большая душа душа безымянного солдата давайте немножко поубиваем если конечно сейчас здесь не загнусь воу ты хоть тихо спокойно спокойно я не рассчитывал вас сразу так всем составом вас бить люблю своих under очень люблю своих under так ладно пошли блин хватит не хватит так давайте сразу сидим эти души большая душа просто душа давайте большую сидим 7800 да надо 3000 дались ох мать моя можно было не есть ладно не страшно чем полезное купим так храм огня поперли отдать чародея нашему пилигриму что ли можно отдать вот этот золотой свиток но для меня пока что это бесполезное дело щит хоку да смотрите какой-то интересный уникальный техник владения мечом традиционной для хранителей блин наверное мне бы было полезно так повысить уровень желаю мадам так что будем повышать я конечно же все хотел бы силу повысить но как я давно хотел нужно повышать учетность взять надо потому что им она будет больше сопротивление магии также дастся стойкость тоже нужно но я сейчас учетность подымал это надо да да светит кстати сказать помните предмет мы с вами нашли какой-то пепел в этой крепости к делать болезнице залезали я отдал его вот этой его даме вот и у нее появился новый предмет бесконечный осколок титанита можно купить то есть это очень очень здорово то есть при любое оружие без проблем можно прокачать не думая о том сколько там по количеству этих титанитов и прочего эти кстати прокачаем нас вот наш вот этот вот щит раз уж осколков надо потратить куда-то души и осколков нас очень много я не вообще теперь у нас не ограниченном количестве только от души зависит давайте потратим смотреть повышать устойчивость эта вещь очень хорошая вот 1 2 ну неплохо 59 стала то самый крепкий щит фактически из тех которые у меня только есть на данный момент и это неплохо но свой хандер вещь реально я бы с копьем уже загнулся бы не копьё конечно клёвый то есть но в некоторых случаях вот как вы сами сейчас наблюдали свой хандер здесь рулит особенно против толпы когда нужно просто массово забить загниздить вот и вот эту тварь огромную как забили сразу там сколько в четыре сотни ему почти прилетела особо удар там нужно немножко к нему привыкнуть он делается выпад на короткое время после делается сильный удар сжирается вся выносливость но она того стоит так то что пошли посмотрим что там вот теперь у меня душа особо мало я ничего не боюсь правда его там ништяки так и не подобрал где-то здесь вон вон там ништяк я все хотел с ним сходить но я на это дело сделаю может быть потом вне записи ну может быть и сегодня если будет время если мы здесь еще не все так вроде я старался везде залазить я вот туда вот наверх еще не понял как залазить так ну смотрим что здесь я пока не горю желанием сражаться с боссом все-таки сегодня хотелось бы просто по локациям еще побегать так но пока это не похоже на босса так ты живой тут сидишь эти сидят а камень утраты меня таких уже немало ты вот наверняка живой да на крепкая тварь смотри 400 прилетела на чужого осталось это кто заорал ой мать моя это вы опять хочу ну идите сюда подходи по одному буду с вами драться я летит 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 тварь а на на 0 следующее да я понял что ты орешь где твои там же вас толпа была чё остальные все первого отправили по под названием первого отправили иди проверить что там сильный не сильный воин а то вдруг мы там пошли получим первый огреб они такие ой не слушай ну его в баню давай мы не пойдем так как сейчас тихонечко и спала осмотримся у меня тут со спины никто не не бахнет если сейчас вот я к нему подойду и со спины ему просто засажу очень неплохо так на тебе так ну тут была ошибка конечно блин я туда не хочу прыгать я же прыгну меня же вот эти съедят ну крылья отрастили до дари сколько хочешь ладно пошли там не спустимся сначала с ним разберемся а потом будем уже да хорош тихо тихо на тебя слушаю спела мне урон нанести прям так не кисло давайте так на всякий случай сделаем сейчас восполнение это на случай затяжного боя восполнение всегда очень хорошо вообще ништяк достойной хорош 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 там крылья отращивать сейчас этим вот разберемся больше всех воняет вот и все так там на втором этаже вроде бы как был тупик давайте туда пойдем сначала надо там все смотреть наверняка там что-то где-нибудь лежит где-то что-то можно пройти ну вряд ли здесь будут какие-то костры потому что костер только-только рядом так это можно за почему-то сверху спрыгнуть а вот можно здесь залезть тут что-то написано ведение секрет обманывайте господа товарищи секреты здесь нету и там ничего нету кто на меня с твоих андером можете на меня ругаться в том плане что сейчас многие наверняка скажут вот взял короче топовый какой-то наверное оружие я не знаю я мало оружие здесь пробовал я знаю что оружие здесь очень много я кстати ни одно оружие еще не покупал за душу босса через эту печь который мы там нашли потому что я там ничего интересного пока что для себя не нашел все оружие которое там есть это либо рапира на магию вот либо магия либо короче два предмета на ловкость а если быть точнее там какой-то меч нежити который не могу носить требует 18 ловкости вот и что же там еще был то и копье копье в принципе неплохое но опять же там на ловкость я как бы больше на силу стараюсь ориентироваться ловкостью мне поднята там все до 16 помно но больше я не рассчитывал подымать чуть происходит нифига себе смотрите вот эти ребята сражаются с этой нечистью а мы под шумок пока слиняем пускай они там бьются мне тут халяву душу даются так что здесь осторожно влево то так что может помочь правая сторона типа держаться правой стороны давайте посмотрим как ты помер кстати костер а ты оборонялся оборонялся от них это наверно с этими ребятами он там сражался и ему просто прилетело как ты помер да ничего такого вроде просто костер вообще ништяк так что у нас тут я пока не буду отдыхать блин опять пошло какое-то разветвление я начинаю путаться где был где не был то есть потому что очень много мест куда можно пойти что здесь ничего пу 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 ну давайте отдохнем восстановим все что у нас не восстановлено черт с ним потому что я обратно возвращаться не собираюсь к тем треклятым воротам а вот эти вот парни которые здесь сражались вызвали мне интерес я конечно не знаю как я сейчас с ними буду сражаться я раньше сражался с ними при помощи копий так а где парни то они что то а вон вон вижу парни идут смотри давайте подождем подождем пока они друг друга замесят а нет не подождем блин они же не отстанут ну вот на 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 подъемки встаньки встаньки на делаем восполнение опять придется всех самим убивать а ух меч тьмы бледный язык ух смотри сколько всего нападало конечно стоило мне купить свой хантер конечно же пошли тут же мечи сыпаться всякие тьмы там и прочее меч тьмы шестнадцать сил шестнадцать пятнадцать ловкости угольный черный меч принадлежит темному духу а кстати по моему такой уже падал нет не падал темные духи привыкли навык яростная атака сто пятнадцать довольно легенький кстати больше на сил давайте попробуем что за меч такой аккуратненький стандартная атака ох вот это красивая атака вот это мне нравится так с двух рук боже какой он быстрый блин обалденно так окей смотрим что может а понятно что то так тоже как у твой хандера так же подкидывать блин офигеть ну ладно сейчас пойдем с твой хандером то что все таки ну тоже прокачан урон прям не кисло идет плюс три это нормально так здесь еще один был тип там делся уже было двое ту ту где еще один там ворон эти стоят а пошли здесь блин меч тьмы мне понравился зараза урон не сказать что шибко сильный но если его можно прокачивать обычным титанитом то это будет очень клево потому что у него о я извиняюсь я не мешаю ну ладно но твой хандер и свое преимущество правда блин а это хотел посмотреть как они тут друг друга будут месить но нет жж ну иди сюда на копыт подняла блин оружие прокачал сразу как дело все пошло поживее тюрю 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 вы стойте там я вам мешать не собираюсь пойдем здесь ведь какие-то звуки слышали звуки сражений там внутри что-то происходит над бет пилюли с черных жуков но там вот точно босс теперь здесь охрана сидит смотри-ка там какой-нибудь большой мозгляк будет да вообще меня не видишь да ну неплохо так так я с вашей братьей со всей сражаться не хочу забавно что вот эти мозгляки воюют с этими черными рыцарями впереди требуется друг впереди требуется друг ну значит там сто процентов будет босс ну что поглядим на него я не знаю буду ли сейчас его убивать давайте ману выпьем вот так но тем не менее а кстати сказать мы уже на своих хантов то можем то повесить что-нибудь интересное типа угольной смолы или золотой смолы где-то у меня тут была сгусток золотой смолы ну типа так наверное да не давайте давайте посмотрим кто что там не знаю ну конечно это битва с боссом чтобы что же это может быть еще даже не знаю кто здесь целый ворох трупов они сражаются два рыцаря не драться с победителем вот победитель как это прикольно сделались напоминает напоминает отца гаскоина немного из блатборна так похоже меня заметили ух мать моя женщина красивый красиво сделано красиво то есть не поспоришь прям так если он сильно бы на меня не побежит я хочу смолу применить ага побежал тихо хорош воу 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 тихо ты хорош так не дури а понятно это на один удар у нас вот это идет эй тихо еще один откуда 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 народ народ от вы чё двумя одновременно я не люблю с двумя одновременно сражаться тихо убили хранители бездны и а и 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 ждем пока придет третий так будет проще нормально да не хорошо тебе ну давай да чтоб тебя все втроем решили на меня кинуться слушай но это не дело мне нужен тот один удар остался и все на самом деле не сложно то есть убил четвертой попытки притом первые три были довольно глупой смерть смотрите сколько их много здесь это все хранители бездны они чем-то напоминают арториаса для арториас конечно был просто выносящий мозг босс так стоп стоп погодите это что еще не конец сейчас я не объединяться в одного супер мегазорда или чё бляха я уже обрадовался я думал это все вот оно то я думал что все как-то слишком легко было блин а так это глупо конечно огнем теперь все это дело завораживать тихо 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 нет это конечно красиво я не спорю тихо хорош ой это больно это больно и это больно а вот этого удара ты раньше не делал да дурить так да твою налево я вообще не пойму как от него куда уклоняться тихо мое так ну что смело могу сказать что на этого босса мне пока что еще рановато я сейчас попробовал этого босса убить не знаю наверное раз шесть и все попытки закончились неудачей босс убивает меня фактически ну грубо с одного удара если быть точнее с двух второго удара я как правило уже не переживаю я пробовал одевать разную одежду другую с щитом вообще как бы бесполезно я понял что мне нужно будет нарастить больше жизни вот и на моем 36 уровне как бы я наверное забрел слишком далеко я не хочу вызывать никаких помощников чтобы убить этого босса я просто приду сюда чуть попозже вот и все когда буду немножко постарше и поопытнее вот ну что давайте на сегодня закончим мы с вами отправимся дальше по локации у нас дальше здесь идет локация и плюс соответственно еще плюс крепость вот и плюс еще локация который идет за знатоком кристальных чар а на этом на сегодня все это была такая для меня честно сказать мучительная серия потому что я немножко устал с этого босса я понял что он мне пока что не по зубам ну что спасибо всем кто меня смотрит подписывайтесь на мой канал ставьте лайк давайте всем спасибо всем пока спасибо всем пока